Как правильно подобрать мощность печи или каминной топки для вашего помещения? Очень многие, у кого уже есть печи или камины, потеряли деньги, потому что они изначально неправильно просчитали мощность топки и им приходится пользоваться дополнительными обогревательными устройствами. Как же правильно подобрать мощность топки под ваше помещение? Сейчас я вам приведу пример и даже сделаю сравнение. Для начала вы должны знать, что есть разные производители и мощность топок даже примерно одного размера могут отличаться, потому что страны-производители ориентируются на свои нормы. Немецкие производители ориентируются на нормы Австрии и Германии, а французские производители на французские нормы. Почему же так? Кто-то преследует цель получить данные для соответствия проекта, где используются их топки. Кто-то указывает мощность, при которой количество продуктов сгорания в дымовых газах соответствует нормам стран, где эти топки продаются. Кто-то указывает мощность, при которой топка достигает максимального КПД. Чтобы нам с вами не прогадать и не ошибиться в выборе топки для нашего помещения, давайте используем простую формулу, которая вам подойдет и неважно, в какой стране эта топка была произведена. Мы сразу предлагаем опираться на основной для нас показатель, заявляемый производителем, который, на наш взгляд, более прозрачен. Это КПД топки. Вне зависимости от количества тепла, КПД – это величина постоянная. Если мы сожгли 1 кг дров, который выделил 4 кВт тепла, при КПД 73%, мы получим 2,93 кВт. Если мы получили 12 кВт от 3 кг сгоревших дров при все том же КПД 73%, мы получим 8,78 кВт. Сравним немецкую топку, у которой указан КПД 78% и аналогичную французскую топку с КПД 73%. Положим каждую из них по 3 кг дров, а именно такое количество рекомендуют оба производителя. И сожжем всю охапку. От немецкой топки получим 9,36 кВт. А проделав все то же самое с французской топкой, мы получим 8,78 кВт. Согласитесь, что такая разница выглядит более правдоподобно, чем разница мощности в 10,7 кВт, как заявляют в магазинах. А это больше, чем в 2 раза от получаемой нами в результате просчета. И это все при одинаковых габаритах каминной топки. Но это не все. На КПД, который мы получаем для обогрева нашего помещения, также влияет конструкция топки. То есть, сколько энергии от сгоревшей древесины сможет передать топка в помещение. Для этого вам нужно знать следующие данные. Информация о расчетных теплопотерях дома. В 90% случаев этой информации нет при постройке. В основном берется стандарт 1 кВт на 10 квадратных метров. Информация об источниках тепла, которые уже заложены в проект. Электрогазовый котел, электрические радиаторы или же другие устройства, которые вы планируете использовать. Одним словом, все источники обогрева. Определение основных теплоносителей и систем теплообмена, которые планируются в конструкции камина. Дымообороты, кольца, корпус, конвекция, водяной контур. Расчет мощности каждого теплоносителя. Конвекционная мощность, излучение от дверцы, излучение от облицовки. Конвекционная мощность, это мощность на нагрев воздуха, излучение от дверцы, от облицовки. Думаю, вы поняли, о чем речь. Зная все это, вы поймете, какая минимальная мощность топки вам нужна для обогрева вашего помещения. Но все равно лучше пригласить специалиста, который обладает базовыми знаниями теплотехники и инженерии, которые позволяют сделать определенные расчеты. И самое главное, обеспечить безопасность вашему жилью и вам при вычислениях нужной мощности и установке для вас печи или камина. Кстати, в следующем видео мы вам расскажем, какая топка лучше для бани, а какая для сауны. Подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. С вами был Юрий и канал Дом Тепла. Всем пока!